Продолжение следует... Слишком сложный. И на него ответить двумя словами невозможно. Вот у меня в руках целый тон высказываний ответственных государственных и политических деятелей капиталистических стран. Многие из которых можно назвать поджигателями войны. Что они говорят о войне с применением ядерного оружия и оружия массового поражения? Они говорят, новая война не должна быть военным разгромом только вражеских военных сил, как это было в прошлых войнах. А буквально истреблением всего народа. Для истребления всего народа надо сбрасывать бомбы, ракеты, бактериологическое оружие, газы. Так, чтобы уничтожить без всякой жалости мужчин и женщин, детей, сжечь их жилища, разрушить заводы, отравить воду, выжечь урожай и превратить землю страны в безжизненную пустыню. Только отчаянные безумцы, политические авантюристы способны так писать, так говорить и так думать. Наша задача защитить миллионы людей от этих преступников, которые пытались бы развязать ракетно-ядерную войну. Никогда еще перед обороной, в том числе и перед людьми, которые носят военную форму, не вставала столь благородной миссии, как защищать народы и нации от гибели от оружия массового поражения. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Гамма-радиацион edge 100 кг? Слабитация смves 90 кг? Слабитация. Молдеш с 73 cг? Слабитация. Слабитация. 5, 5, 4, 3, 10а-щития. Слабитация. 5, 5, 4, 2, 1, 0. Продолжение следует... 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 А побег из лагеря, который вам устроили, вы тоже забыли? Оставьте меня. Я много лет честно работаю, помогая людям. У меня дочь. Ну что вы, доктор, зачем так расстраиваться? Только мой долг напомнить вам, что ваша биография вдруг может стать достоянием широкой советской общественности. Что вам от меня нужно? Ваш пациент. Генерал Брунов. Это смешно. Я ничем не могу вам помочь. Я не хотел бы, Алексей Алексеевич, чтобы у вас возникли какие-либо иллюзии. Ваша судьба в ваших руках. Прошло столько лет. Я думал, что все забыто. Никто не забыт и ничто не забыто. Каким же образом вы надеетесь получить от генерала интересующие вас сведения? Через вас. Через меня. Это фантастично. В лагерях военнопленных вы умели заставить людей делиться с вами их тайнами? Генерал мне своих тайн не откроет. Ну, не сразу. Не торопясь. Зацепитесь за его болезнь. Познакомьтесь с его окружением, адъютантами, помощниками. Об этом мы с вами поговорим поподробнее. Я даже не знаю, чем он занимается. Вопросами гражданской обороны. Спасением людей. Перестаньте, доктор. Гуманиста из вас не получится. Перейдем к делу. Это вы подсылали ко мне Шкаликова. Зачем? У вас была контрольная встреча с ним? На контрольную встречу он не явился. Она была назначена 52-й год. Пришел он года два назад. Потребовал денег. Пригрозил донести на меня в КГБ. Приходится переводить. Куда вы пересылаете переводы? Инякинское почтовое отделение дало стребование на имя Притыкова Герасима Ивановича. Теть Рита, у папы кто-нибудь есть? У него пациент. Сейчас будем обедать. До свидания. Всего хорошего. Папа, ты устал? Сейчас будем обедать. Папа, Россия, песни Поют Про белые рощи И ливни хозые Про желтые нивы И радость весны Любите Россию Любите Россию Ну что в институте? Все хорошо. Леночка, а как у тебя дела с Женей? А он тебе нравится, пап? Мне кажется, он человек серьезный. Он сделал мне предложение. Ну и что ты решила? Женя скоро уезжает в круиз вокруг Европы. Я сдам сессию в институте. Благословляешь? Леночка, Алексей Алексеевич, можно обедать. У нас сегодня окрошка. Клава, ты не волнуйся, не волнуйся. И не торопись. Расскажи все по порядку, как мне рассказывала. Получил я открытку. Пишет, пропал без вести. Думаю, а что это значит, пропал без вести? Ведь не похоронен? И вдруг явился после войны. В плену был. Всякого там натерпелся. Чудной какой-то стал. Как ночь, так топор кладет под кровать, ружье повесит. Вот закроется кругом, ляжет и не спит. Я тоже не сплю. Спрошу его, ну чего ты, кого ты ждешь-то? А он говорит, как бы знал, кого встретить, топором встретил. Так и не сказал, кого ждал. А вот как девочка у нас родилась. Он успокоился, в скорости исчез. Он ведь с щитоводом работал? Да, с щитоводом в лесхозе. А потом в ночные сторожа пошел. Вот ночью-то дежурил, а днем спал. Клавдия Ивановна, а когда вы получили последний перевод? На днях. А почему решили, что от мужа? Ну а кто же еще может прислать? Я думала, что у него другая. Ну а если бы была другая, так и посылал бы он так деньги-то аккуратно. Вы его искали? Кинулся было искать. Да где его найдешь? Один перевод из Баку, другой из Краснодара, а третий еще не знаю откуда-то. И все квитанции на разные фамилии. Почему же вы раньше к нам не пришли? А зачем, если человек не хочет с нами жить? А девочку он помог поднять. А сейчас почему? Вы для себя никакой беды не ждали? Для себя? Нет, для себя я ничего не ждала. Я за него испугался. Намекал он мне. В плену у него что-то было. Боялся он, что придут оттуда. Клавдия Ивановна, пожалуйста, вспомните все, что он говорил, иначе мы не сможем ему помочь. Говорил он, если кто явится оттуда, мне одно руки на себя наложить. Некому, некому было его искать. Оттуда пришел этот. Никто не знает, что он жив. Нет, этого никто не знает. Я ведь только вам доверилась. А эту икону надо смотреть при определенном освещении. Свет лампады и свечей, он более точно передает замысел и мастерство художника. Древняя Русь. Это настоящая древняя Русь. 15 век. Эта икона могла бы украсить любой музей древнерусского искусства. Она и предназначена для музея. Мне поручено ее отреставрировать. Я ее отреставрировать. И как бы она могла сохранить? Госпожа Эдвардс спрашивает, как могла сохраниться такая древняя икона? О, это случайность. Икон у нас много, но важна школа, мастер. Это большая редкость. Но я еще не закончил работы. Ее еще нужно раскрывать. Господин Эдвардс, коллекционирует произведение искусства. Он давно мечтает превысить старинную русскую икону. Не могли бы вы ему что-нибудь предложить из вашей коллекции? Ну что ж, пожалуйста. Прошу. Ваш друг хочет приобрести обязательно древнюю или красивую икону? Старинную. Это очень древняя вещь. Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Доска очень старая. Ее строгали топором. Кто мастер? Кто мастер? Чья школа? 16 век. Можно предположить, что это работа московских мастеров. Я раскрыл только фигуру. Иоанн Предтеча. Почему вы не раскрыли все изображение? О, это очень долгая и тонкая работа. Я убрал темные слои олифы под краской левказ на доске Павлока. Простите, вот уголок. Здесь я оставил все те слои, которыми было покрыто основное изображение. Четыре слоя. Слой 60-80 лет. О, мистер Казанский, крупный специалист. Господин Казанский, крупный специалист. О, да. Сколько стоит такая икона? О, это очень дорогая вещь. Ну, примерно три тысячи рублей. Дорогое явление, у господина Эдвардса нет русских денег. Он предлагает доллары, тысячу долларов. В долларах не хотелось бы. Прошу вас. Вы бываете за границей, вам доллары пригодятся. Вы передаете эту икону коллекционеру. Пойдите ему навстречу. Спасибо. Будь так добрым, как поставить точное название этого сюжета. Господин Эдвардс просит вас написать точное название сюжета. Желательно было бы на доске. Пожалуйста. Сюжет. Сюжет. Иоанн Предтеча. Ангел в пустыне. Шестнадцатый век. Вывезена из Каргополя Архангельской области. Не каждый турист может похвалиться такой находкой. Дорогой Евгений, эта находка стоит тысячу долларов. У вас на Западе она стоит значительно дороже. Мы перебрали много вариантов, Никита Алексеевич. Но закономерность нашли только в одном. Денежные переводы шли из разных мест. Но все они проходят через станцию Рязань. Вариант проводника? Возможно, товарищ полковник. Как вы думаете, для чего умер Шкаликов? Чтобы надежнее скрыться. Проводник это надежно? Все время в дороге. И все время на людях. Среди сотен и тысяч глаз. Вариант проводника едва ли надежен. Наш Шкаликов мог кого-нибудь попросить сделать перевод? Мог, но кого? Ведь перевод это деньги. А разве доверишь деньги незнакомому человеку? Проводников. Проводников. Никита Алексеевич. Что Проводников? Проводников мог попросить. Всегда есть возможность вновь встретить и проверить сделанный перевод. А есть повторяющиеся фамилии отправителей на переводах? Есть. А города, через которые шли переводы? В основном это станции маршрутов поездов, проходящих через Рязань. Опять Рязань. Ладно, проверим и этот вариант. Ты, Василий Михайлович, поезжай в Рязань, поговори с проводниками. Чем черт не шутит? А вы отправляйтесь в управление кадрами Министерства путей сообщения. Не исключено, что фамилии придуманы. Герасим Иванович Притыков не приезжал? А у нас в деревне здоровается. Здрасте. Извините, я торопился. И торопиться некуда. Чего бы ты ему сегодня приезжать? Он мне назначил? Назначил? Оля, посмотри, не пришел ли ему перевод. Ну, чего смотреть? Я же знаю, что не было перевода. Ну, посмотри сегодняшнюю почту. Ее еще не разбирали. Пришел. 50 рублей. Это не вы ему посылаете? Нет, не я. Ждите, может быть, и придет. Нет, сегодня не придет. Катер уже прошел. А он не здесь живет? Нет, он в Кенструсе. Это часа три катером будет отсюда. Вот досада, я к нему из Москвы добирался. Придется сутки ждать. Где же ночевать? Дома приезжих нет. Но вы можете успеть еще на катер. Он обратно сегодня пойдет в Кинструс. Спасибо. А у нас в деревне прощаются. Извините, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Привет. Без билета не повезу. Да нет, я не еду. А что? Я отца ищу. А что, он в этом поезде ехал? Нет, он... Я давно его ищу. Я хотел у вас спросить. Может, вспомните? Вам не приходилось делать денежные переводы? Какие переводы? Ну, деньги по почте. Не переводили? Кому? Понимаете, он ушел. И 12 лет посылал деньги. Тебе? Мне. Еще мужик хороший. Другие вообще не помнят, что у них дети есть. Ну вот, из разных городов и под чужими фамилиями. Но я и подумал, что может быть через проводников. Понимаете? Нет. Мне никто денег не давал, переводов не делал. Давай, топай. Вы не сердитесь на меня. У меня дело, я отца ищу. Ушел из дому, а деньги посылал, пока я рос. И все под чужими фамилиями посылал. Мать не искала его, а я хочу найти. Нет, я не слыхала такой истории. Ну, извините. До свидания. Простите, кто из вас Пчелкин? Ну, я. Здрасте. Здрасте. Я к вам из девятого вагона. Семечки покупаешь? Да нет, не семечки, я отца ищу. А я детей не терял. Ну, подождите, вы смеяться-то. Понимаете, он ушел из дому и 12 лет посылал мне деньги. И все из разных городов. То из Волгограда, то из Ахтубы. Ну вот, мать не искала, а я хочу найти. Слушай, вроде чего-то было. Переводил я деньги-то. Точно переводил, слушай. Из Волгограда. Правда? Он мне еще фамилию свою называл. Его запамятовал. Память стало просто, сил нет. Прибыдкин, Прибыдков, Прибылкин. Проходи, милок, билетики. Ой, Присыкин. О, память-то, а? Присыкин. Точно Присыкин. Проходить, мамаш, не задерживайтесь. Берите бередьки, пожалуйста. Он еще, знаешь, мне объяснял, что от жены скрывается. Понимаешь? Значит, точно Присыкин. Не. Притыков. Точно. Ну так Присыкин или Притыков? Притыков. Вы говорите по-русски? Очень плохо, Евгений. Но коллекционирует живопись, надо изучать русский язык. Ну, вы прекрасно говорите по-русски. Зава, благодарю. Спасибо. Коньяк, виски, джин. Господин Казанский предпочитает коньяк. Интересно, господин Нехальт знает мои вкусы. О, мистер Казанский. Мы очень рады видеть вас у нас. В нашем городе. Благодарю. Где вы успели побывать? Круиз. Везде, где только можно было. Но все бегом. В этом городе надо пожить, чтобы его узнать. Да, разумеется. You are drinking коньяк. A cup of coffee. Or tea. Кофе, чай. Спасибо. Можно кофе? Certainly. Я очень ждал вас, Евгений. Поздравляю вас. Вот ваша икона. Была когда-то моя. Прекрасная коллекция. Именно ее я купил у вас за тысячу долларов. Не правда ли? Да-да. Она самая. Вашу икона смотрели экспорты. Вот как? Интересно. Нейхольд. Нейхольд. Прочтите заключение экспертизы. Заключение экспертизы. Читай выдержку. Установлено, что доска под иконой Иоанн-Предтеча, ангел пустыни, может быть относена к концу 16 века. Павелокопроисхождение более позднего. Местами имеет недавнее обновление. Левкость не превышает возраста двух лет. Темпер на изображении нанесена около года тому назад. Икона имеет все признаки умышленной подделки. Я не понимаю. Я бы хотел, Евгений, расторгнуть нашу сделку. Тогда я могу получить обратно доллары. Простите, это какое-то недоразумение. Сюжет Иоанн-Предтеча, ангел пустыни, 16 век. Вывезено из... Каргополя. Да-да, Архангельской области. Это ваша подпись? Да, конечно, моя. Заберите эту подделку, верните деньги. У меня нет с собой этих денег. Я их верну вам в Москве. Это меня не устраивает. Нейхольд, проинформируйте господина Казанского о законах этой страны. Подделка произведений искусства и продажа подделки в целях спекуляции карается законом. Продолжение следует... Возьмите залог. Вы не лишены юмора, Евгений. Я понимаю. Художник, чтобы стать известным, нужен много денег. Но продавать за доллары иконы, да еще поддельные, и в вашей стране опасно. Вам помочь? Интересно. Угрозы и обещание помочь. Что вы хотите от меня? Я хотел бы предложить вам более простой и легкий способ заработать деньги. Много денег. Долларов. Шпионаж? Ну, зачем так? Это профессии, господин Казанский. И к такой роли вы не подходите. Успокойтесь. Садитесь. Маленький, безобидный бизнес. И мы в расчете. Коньяк? Писки? Джин, пожалуйста. Здравствуй, Афанасья Кузьмич. Здравствуй. Как здоровье? Тяну. Герасима Ивановича не видал? Герасима? Который день не вижу. Может, в колхозе? Его надысь спрашивали. Здравствуй. Здравствуй, дедушка. А кто спрашивал? С Махачкалы какой-то товарищ приезжал. Вась, кто такие вы? Герасим Иванович. Поехали. До свидания, дедушка. До свидания. До свидания. А Герасим Иванович-то? Да, верующий человек был. Лоб крестил. А вещей, значит, никаких не осталось? Все при нем было. Бобылем жил. Ну да. Выпивал, небось? Нет? Не расслышала. Я говорю, может быть, к нему кто приходил, навещал его? Нет, никого, сынок. Бобылем жил Герасим Иванович. Ой, погоди. Журнальчики его остались. Вот они. Спасибо. Расковрцев Алексей Алексеевич. Ты что сказал, сынок? Не расслышала? Да ничего, бабусь. Спасибо большое. Спасибо, говорю. Привет, Рыжиков. Ты куда? Да, на дежурство. А то садись, подбросим. Да нет, здесь рядом. Ты счетовода Герасима Ивановича не видал? Так он уехал. Когда? В одночасье сразу собрался и уехал. Уговорили остаться ни в какую. А куда уехал? На железную дорогу, проводником вроде. Его тут уже спрашивали. Кто спрашивал, откуда вам это известно? У меня спрашивали. У вас? Да, у меня. Дубровин. Никита Алексеевич. Полковник СКГБ. Так что, Рыжиков, не стесняйся. Я не стесняюсь. Пришлось один протокол составить на человека, больного алкоголем. А тут случайно этот Гусейнов, Хасан Хасаныч, подвернулся. Я его попросил свидетелям записаться. Не отказал. Кто такой Гусейнов? Друг Герасима Ивановича. Он к нему в гости приезжал, да не застал его. Откуда известно, что он Гусейнов? По паспорту, товарищ полковник. Вы паспорт видели? Видел. Ну и как? Правильный паспорт. Все нормально. В Махачкале выдавался. Куда оформляли? В резерв проводников. Посмотри, все не тетради, я туда записывала. Одну минуточку. Притыков? Да-да, Герасим Иванович. Вчера смотрели новую комедию, джентльмены удачи. Ну и как? Леонов бесподобен. Ну так. Притыков. Притыков, Герасим Иванович. Поезд Москва-Ташкент, вагон шестой. Мягкий вагон. Вот спасибо, девушки, ну выручили. Вот тут я друга увез, но без вас не нашел бы друга. Пейте, дорогие, за наше здоровье. Ой, ну что вы, это вы напрасно. Еще раз спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. Мы, видимо, запоздали. Поеду один. Стели постель, дорогой. Хорошо. Прогал. Спасибо. Садитесь. Спасибо. 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 Выпьем, Скаликов. Разговор у нас с вами будет долгий. Никита Алексеевич, мучает меня одно обстоятельство. Он все время впереди нас. Почему? Почему? Как он узнал новый адрес Скаликова? А новое имя? К Скаликовой пришел, он ничего не знал. А уже в деревне он спрашивал Притыкова. И шел впереди нас на три дня. И в отделе кадров железной дороги он был на сутки раньше нас. Да и потом эти журналы, специальные медицинские журналы. А в журналах фигурирует Раскольцев. Вполне объяснимый интерес. Они вместе из плена бежали? Да, есть в этой истории какой-то фон. Но какой? Кто-нибудь знает, что выживает? Ни одна душа, кроме Раскольцева. Жена тоже не знает? Ни одна душа. А что вы там наговорили Раскольцеву? Как-то журнал на станции купил. Селедку завернуть. Вижу, не верю. Он, его лик. Я, как червь в земле. Из семьи ушел. Гроши считаю на хлебе да на воде. Он в богатстве на виду. Барином. Такая у меня обида. Такая злость на него. Жалко, что поздно встретил, узнал. Потянул бы я с него. Грех один у нас. Пускай поделится. Вернулся. Дома хоть шаром покати. А работать, куда я пойду? Постучаться ночью и все. А кого вы ждали? Какая разница. Они придут, конец. Ваши постучаться тоже конец. Дочка родилась. Растить надо. А как ей жить, если про отца всю правду узнают? Вот и помер. Утонул. Ну, зачем же так людей пугать? По вашим доносам, шкаликов, в лагерях вылавливали коммунистов и комиссаров. И вешали. Ну и что? Жизнь моя, не жизнь. Искалечена. Я давно покойник. Сам себя казнил. И никто такой страшной казни не придумает. Я 20 лет умираю. 20 лет! Они стоят вокруг меня, покойники. Душат ночами. Я умер. Умер и работать на вас не буду. Я ненавижу вас, битые вы козыри. Битые вы козыри. Видать, большая птица. Едет опергруппа комитета государственной безопасности. Да. Вон, идет точно. По расписанию. Ты иди вон к тому дереву. Шестой вагон там останавливается. У вас есть проводник притыков? Есть такой. Где? В купе с одним пассажиром выпивает. В каком купе? В третьем. А зачем он вам? Проводник! Проводник! Здесь пили? Здесь. Где они? Я откуда знаю. Ну что, сержант, мне пора давать отправление. Нет, притыков. Вот. А не сошел ли твой притыков? Кто-то вышел с третьего вагона и на вокзал пошел. Гражданин! Гражданин! Одну минутку! Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Вы с поезда? Да. А что? Разрешите ваши документы. Пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Какое купе? Третье. Продолжение следует... Окно открывали. Займись этим. Никита Алексеевич, от дома приезжих угнали машину ЗИЛ-130. Сержант Артюхин? Нигде нет. Проводник? Тоже исчез. Сообщите по селектору поднять всех путевых обходчиков. Выслать дрезину. И осмотреть насыпи на перегоне Шилова, Проне. Есть. Вам искать Артюхина. Все обыскать. Отправляйте в состав. За грузовиком, что на переезде встретили быстро. Куда он свернет, направо или налево? Налево на Куйбышево, направо на Рязань. А где посты ГАИ? Налево в Кирицах, совсем близко. Направо под саморезанью. Я первый, я первый. Кирицей, я первый. Кирицы слушать. Говорит первый, говорит первый. Со станции Проне угнали самосвал ЗИЛ-130. Номер два ноля двадцать четыре. Какие-нибудь машины проходили? Пока нет. Куда он свернут, товарищ полковник? Кирицы. Слушаем. Кирицы, я первый, я первый. Какие-нибудь машины проходили на Куйбышев? Нет, не проходили. Поехали на Рязань. До Рязани догоним, товарищ полковник. Внимательней, внимательней за дорогой смотри. Я первый, я первый. Выходите навстречу. Есть. И будьте осторожны, преступник может применить оружие. Вас понял. Поехали на Куйбышеве. Вон, товарищ полковник. Два ноля двадцать четыре. Теперь не уйдет. Не разгоняйся, не разгоняйся. Держи дистанцию. Ближе не надо. Держи дистанции. Так можешь? Опасно, товарищ полковник. Ориентируйся по его габаритным огням. Держись осевой. И соблюдай, соблюдай дистанцию. Сейчас будет туннель, товарищ полковник. Тармаса! Смерть! На постах ГАИ задерживать и проверять все машины. Здравствуйте. Прекратите поезд. Здравия желаю. Что с Артюхиным? Сержант Артюхин без сознания, товарищ полковник. Станция Проня, Дубровин. Нашли Шкалькова? На перегоне Шилова-Проня нашли труп неизвестного. Опознали? Нет еще. Пост ГАИ Соколовка слушает. Полковник Дубровин, не у вас? Здесь у вас. Я слушаю. Еле нашел вас, Никита Алексеевич. Мы с милиционером Рыжиковым обнаружили в бумагах Притыкова обрывки квитанции. Он получил до вас требования в Инякинском почтовом отделении 50 рублей. От кого он получал переводы? От Раскольцева Алексея Алексеевича. Спасибо, Василий Михайлович. Возвращайся в Москву. И захвати с собой милиционера Рыжикова. Есть. Вроде он. Он. Точно, он. Внимание. Внимание. Передай ему. Он пришел. Он пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Врач принимает? Да. Вы тоже к нему? Там товарищ сейчас. Минут 30. Фух, душно. Быть грозе. До свидания. До свидания. Вы? У вас целый день не отвечает телефон. Идут работы. Да, я видел, ведут подземный кабель. Почему? Мы два года этого добивались. Я даже генерала просил. Именно сегодня мне надо было вам звонить. Не сходите с ума. Телефон не будет работать еще два дня. Я не люблю ни случайные случайности. Вам дурно? Не привыкать обойдется. Что же вы не сказали? Я пустил бы вас вперед. Доктор, здесь больному плохо. Вы лидол приняли? Да, уже. Просто перед грозой, наверное. Да, перепад давления. Вы сидите, сидите. Я сейчас вас приму. Спасибо, доктор. Проверка, доктор. Никто не трогал. Заметили за собой. А я всегда к этому готов. Что с моими лекарствами? Готовлю. Вы же сами сказали, не сразу. Работа эта трудная, кропотливая. Складывать стенку нужно по кирпичикам. Но пора и начинать. Шкаликов выпал из игры. Придется использовать запасной вариант. Его пароль ангел пустыни. Странный пароль. Мне объяснили, что это сюжет русской иконы. Кому я должен это сказать? Вы сошли с ума. У него нет твердого прошлого. У него есть твердое настоящее. Я попробую его на скользящей передаче, не определяя место. У вас с ним, доктор, связь будет упрощена. Второй пароль. Привет от Эдвардса. До свидания, доктор. Ну как, полегчало? Спасибо, все прекрасно. До свидания. Всего доброго. Передай, есть сигнал, брать не будем. Прошу вас. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что ж, как гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот именно. Ваша фамилия, имя, возраст и прочее. Дубровин Никита Алексеевич. Возраст 56. Пью по праздникам. Молодец. Курите? Бросил, доктор. Хорошо. Работаете? Работаю. Много? Да, пожалуй. Профессия? Военный. Ночные работы, нервы? Да какие там нервы. Да и ночных работ нет. Было, доктор. Все было. Во время войны досталось. Простите, а по какой же линии во время войны? По нашей, доктор. По нашей. Простите, а по какой-то линии во время войны в Германии на нелегальном положении. А зачем вы мне это рассказываете, пациент? Ну, так теперь все это уже не тайна. Сейчас я занимаюсь историей. А вот болезнь, видимо, и начиналась там. Да, там это могло быть. Раздень справа. Я ведь тоже всю войну был в Германии в плен. О, сочувствую, доктор. Досталось, наверное. Досталось. Так. О, а этот шрам тоже Германия? Испания, доктор. Мадрид. Ну, вздохните поглубже. Так, еще. Спасибо. Присядьте. Так, ну, можете одеваться. Не хочу вас огорчать, но сердце у вас пошаливает. Примите пока вот эти лекарства, которые я вам выпишу. Да, и обязательно сделайте электрокардиограмму. Угу. А через недельку наведайтесь ко мне. Вот все. Хорошо. Спасибо, доктор. Пожалуйста. До свидания. Всего хорошего. Стало быть, оживляется агентура. Этот господин прибыл к нам с большими полномочиями. Не останавливается ни перед чем. Имеет запасные варианты. Первый и существенный вопрос, откуда он прибыл? Станет ясно, какая оживляется агентура. Старая агентура или новая агентура? А может, то и другое. Может быть, кто-то из старой агентуры попал вдруг в поле зрения. Или агент прикоснулся к объекту повышенного интереса и его оживили. Да ты ж так диссертацию защищаешь. Говори ты по-русски. Проще, проще. Необходим человек для связи. Шкаликов, как мне кажется, на связи. Допустим, Шкаликов на связи. А Раскольцев? Ну-ка, сыграй еще раз. Вы? У вас целый день не отвечает телефон. Идут работы. Да, я видел, ведут подземный кабель. Почему? Мы два года этого добивались. Я даже генерала просил. У Раскольцева есть какой-нибудь знакомый генерал? Есть. Вот список пациентов. Это то, что он показывает финн-инспектору. Большая клиентура. Академик, два профессора. Генерал. Генерал-отставник? Генерал-полковник Брунов. Брунов? Из штаба гражданской обороны? Да. Это военный человек. А военные умеют хранить тайны. Но до чего простая, бытовая даже интонация, Никита Алексеевич. Как будто само собой разумеется, что этот тип знает о генерале. Вот послушайте. Да, я видел, ведут подземный кабель. Почему? Мы два года этого добивались. Я даже генерала просил. Ну-ка, повтори последнюю фразу еще раз. Мы два года этого добивались. Я даже генерала просил. Генерал-полковник Брунов. Серьезное ведомство. А что этот Эдвардс? Псевдоним для пароля или проверяли? Проверял. Может быть пароль, может часть пароля. Но есть живая фигура. Как? Есть живой Эдвардс? Да, полковник Эдвардс из разведцентра. Недавно побывал у нас в стране. В качестве кого? Туристом. Нет, какую профессию он указал? Он указал свою настоящую профессию. Любопытно. И где же побывал этот полковник из разведцентра? Все по программе. Ходил по выставкам, музеям. В комиссионном магазине купил несколько картин. Вывез. Картин? Да, картин. Ну-ка сыграйте про иконку-то. Шкаликов выпал из игры. Придется использовать запасной вариант. Его пароль ангел пустыни. Странный пароль. Мне объяснили, что это сюжет русской иконы. Кому я должен это сказать? Раскольцев случайно не коллекционирует иконы? Нет. И знакомых художников у него нет? Есть. А что же вы умолчите, Василий Михайлович? Вы, я вижу, на какой-то след вышли? Себя проверяю, Никита Алексеевич. Ну? Некий Казанский, жених его дочери. Художник-реставратор, собирает по деревням иконы. Выезжал в экспедиции от музеев. Берет заказы от любителей на предмет реставрации. За границей был? Ездил по круизу туристам. Маршрут. Одесса, Константинополь, Рим, Марсель, Лондон, Копенгаген, Ленинград. Июль, 71-й год. А когда был у нас этот Эдвардс? В апреле 71-го. Ах, значит? Да, после Эдвардса. Они встречались в Москве? Таких данных нет, но у мастерской Казанского бывают иностранцы. Кто? Туристы, журналисты, даже коммерсанты. Поздравляю, ангел пустыни. Еще одна фигура появилась. Художник Казанский. Еще одна, Никита Алексеевич. А что он дал визит к расходцу? Как вам сказать, Сергей Константинович? Проконсультировался насчет здоровья. И сколько же он берет за визит? Двадцать рублей. Ого. А что? Знающий, опытный врач. Хотите порекомендовать? Нет, дороговато. Мне хотелось посмотреть на него сразу же после встречи с этим человеком. Понаблюдать за его состоянием. Ну и что же? А ничего. Был спокойно деловит. Даже деловит? Абсолютно. Сильный человек. Круг его знакомых? Обширный. Солидные, ответственные люди. Пациенты. Сослуживцы по работе. Он же после войны окончил медицинский институт. Долгий и успешно работал. Прекрасный специалист. Семья. Любит дочь. Бывал за границей? Нет, хотя и имел такую возможность. Человек такой гуманной профессии и положения. Что же могло его так крепко связать с нашими врагами? Может быть, прошлое? Может быть, выясняем. А почему вы приостановили арест этого? Неизвестно. Это было бы простым ходом, Сергей Константинович. Сначала необходимо выяснить, что их интересует в системе гражданской обороны страны. Ну, что ж резонно. Надо будет познакомиться с хозяйством генерала Брунова. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Объявляется 30-минутная готовность к учениям вооруженных сил Советского Союза и формировании гражданской обороны страны. Прошу данные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аварийно-спасательная служба к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эвакуационно-транспортные средства к учениям готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медицинская служба к учениям готова. Служба противопожарной защиты к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инженерная служба к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узел связи оперативной службы к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Служба противохимической защиты к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Служба бактериологической разведки к учениям готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Объявляется пятиминутная готовность к учениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отмечено появление ракет противника. Передаем условный импульс прорыва ракет противника. Западное континентальное направление. Отмечено появление ракет противника. Импульс прорыва. Пять, четыре, три, два, один, ноль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, Женя, да оторвитесь вы от своих шахмат. Максимов и Васильев танцуют. Ваш ход. Да-да. Женя, а я у вас съем пешку, и вы проиграете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леночка, подогрей нам чайку, пожалуйста. Сейчас, пап. Выпьем поразгонное, а? Выпьем. Русский человек никогда от чая не отказывается. Да, Женя. Мне говорили, что вы интересовались иконой ангел пустыни. Ангел пустыни? Да, ангел пустыни. Женечка, ты что это такой грустный? Проигрываешь? Ты ему не сдавайся. Ну что ты, Леночка, почти всегда можно найти ход, который спасает положение. Кстати, Женя, я для вашего приятеля приготовил лекарство. Пройдемте ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женечка, вам привет от Эдвардса. Эдвардс? Да. Что здесь? Лекарство. Вам сообщат по телефону, кому его передать. И вот еще что, Женя. Вы дружите с Леной. Так вот, не сразу. Но отойти вам от нее придется. Идемте пить чай. Этот человек во время тагеранской истории носил кличку Сальгер. Состоял в группе, которая готовила покушение на Рузвельта. Был задержан иранской полицией, но при неизвестных обстоятельствах бежал. Сравниваемые изображения, по заключению экспертов, совпадают. Дополнительные данные на него есть? В трофейных немецких документах нет. Еще раз запросите все службы. Поднимите все архивы. Ну, а что нового о деятельности Раскольцева и Шкаликова во время войны? След обнаружен. Где? В Краснодарском крае. Оба служили в одной зондеркоманде. Каратели. Они заочно проходили по процессу. Тогда их след потерялся, имена и фамилии были другими. Мы ищем свидетелей, изучаем архивы лагерей военнопленных. КОНЕЦ Слушаю. Евгений, это от доктора Раскольцева. Здравствуйте. Вы интересовались иконой ангел пустыни. Я вам завтра ее покажу. Ждите моего звонка утром. КОНЕЦ 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 У вас есть билет до Ленинграда? Все поезда ушли, молодой человек. Что, сейчас никуда нет поездов? Сейчас поездов нет. А куда вам ехать? КОНЕЦ 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 Гражданин, одну минуту. Можно вас? Это ваша машина? Нет. Не знаю. Как это вы не знаете? Моя машина? Моя машина. Мне нужно было уехать. Срочно уехать. А машина? Мы тут ее караулить не будем. Вы не пьяные? Я? Ян? У меня больные дети. Где дети? В Ленинграде. Какие дети? КОНЕЦ 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 Да? Евгений? В 6 часов вечера я прошу вас подойти к метро Парк культуры. Пойдете от Никитских ворот по Старому Арбату. Я покажу вам икону. Ангел пустыни. Скорая слушает. Скорая. Скорая. Пришлите врача, пожалуйста. Скорее, скорее. Что случилось? Плохо мне очень. Плохо мне. Ваш адрес? Спасите меня, доктор. Спасите меня. Как чувствует себя мой больной? Хорошо. Понервничал немножко. Когда сможете его выписать? Хоть сегодня? Процедурно? Ну, везите. Я сейчас. Еще раз он. Кто-нибудь им интересовался? Звонил. Отец его невесты, доктор Раскольцев. Спрашивал, как состояние. И все? Больше ничего. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моем посещении. Вы никому не говорили о просьбе Казанского? Нет, кроме меня этого никто не знает. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Утром мне опять позвонили. Тот же голос приказал в половине седьмого вечера идти к парку культуры. От Никитских ворот по Старому Арбату? Ну, вы уже все знаете. Зачем вы ездили на вокзал? Хотел уехать. Куда? Куда угодно. Неужели вы всерьез считали, что некий Эдвардс предложил вам безопасный бизнес? Я не знал, что это так страшно. Что ж теперь будет? Что будет? Но закон освобождает вас от уголовного наказания. Вы пришли к нам по доброй воле. Да, но иконы, доллары... Вы признались, в этом уже облегчение. Для вашей совести. Где ваша посылка? Вот. И открывали? Нет. Этот человек вам знаком? Нет. Я никогда не встречал, не видел. Нет. А вы смогли бы пройтись от Никитских ворот к метро парк культуры? Что, сейчас? Сегодня? Нет. Я болен очень. Ну, у вас впереди целый день, чтобы подготовиться к этой прогулке. Я просто заставил воевать их. Я знаю. Но конец. Скорость. Я очень улыбаюсь. Я у меня их не хочу. Я помню на preguntатку. Волнуется. Вот он. Объявился. Пока все идет по сценарию. Не спеши, посмотрим, что будет дальше. Куда же он торопится? Спокойней, спокойней. Никому не верит. Все проверяет. Привет, старина. Это кто? Рекомендую, Никита Алексеевич. Господин Нейхальд. А-а-а. Аккредитованный корреспондент известной газеты. Крупный специалист по русским иконам. КОНЕЦ 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 Василий Михайлович. Никита Алексеевич, а что, если их не трогать? Кого их? Ну, их. Ведь мы же можем посылать по этой цепочке все, что нам будет нужно. Все же под нашим контролем. Доктор Раскольцев, художник, Нейхальд. А, Никита Алексеевич, поговорите с Сергеем Константиновичем. Слушаюсь, Василий Михайлович. Ну, вы опять шутите? Да нет, не шучу, все правильно. Молодец. А что же в этой посылке? Начало работы. Проверка канала связи. Ничего серьезного нет. Да, слушаю. А, пожалуйста, можно. Вас. Да. Так. Так. Спасибо. Нейхальд взял билет на самолет. Когда он собирается улететь? Завтра рейсом на Стокгольм. Завтра. Завтра, завтра. А Раскольцев? Прояснилось, наконец, его прошлое? Да. Каратель из зондеркоманды. Его опознали. Так. Значит, хвост длинный. Сергей Константинович, А что, если дать им погулять? Раскольцев и Сальги два уголовных преступника. И если начинать игру, Сальги придется выпускать. Да, Сальги придется выпускать. На. А стоит ли игра свеч? Их военные теоретики понимают, что и гражданская ворона является тоже важным фактором, сдерживающим ракетно-ядерную войну. Понимают. Да. Петр Михайлович. Да. А если они не примут игру? Сальги крупный разведчик. А его придется выпускать. Да. У меня риск есть. Два уголовных преступника. Но ведь миллионы спасенных жизней. Я бы рискнул, Сергей Константинович. Вам потребуется большая подготовка. Ведь придется кое-что раскрыть на случай перепроверки. Такая игра потребует подготовки. И времени. А времени мало. А все-таки попробуем, Сергей Константинович? Рискнял. Вот, посмотрите. Аттенция, пожалуйста. Скандинавянные автобусы предоставили их 7-6-3 от Москвы в Лондон. Пассажеры обращают к автобусу. Спасибо. САС предоставил их 795-7-5 к столу, Лондон. Пассажеры предоставили их в обороне. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА